Здравствуйте! Поле, русское поле. На каком транспортном средстве можно спокойно передвигаться по нашим просторам? Идеальный вариант на тракторе, ну или на танке. Преград нет, можно проехать практически везде. Но сегодня в пулевых условиях мы испытаем совершенно другой автомобиль. Главным героем программы нашей тесты будет Хонда CR-V. Автомобиль, в общем-то, уже не новый, поэтому не стоит удивляться, что мы взяли его на тест. Сегодня мы попробуем определить, почему же этот автомобиль столь популярен и где можно на нем передвигаться. Одна из причин популярности этого автомобиля на нашем рынке – это дизайн. Этот кроссовер нельзя назвать девчачьим. Дизайнеры Хонды постарались, чтобы придать этому автомобилю мужественность. Внутреннее убранство Хонда CR-V под стать внешности. Интересные линии, качественные материалы, мягкий пластик передней панели. В наши дни производители все реже и реже балуют покупателя этими приятными мелочами. Обратите внимание, на ручки дверей они стилизованы под поршни двигателя. В общем, можно сделать вывод, что за последние несколько лет Хонда активно работает над улучшением дизайна интерьеров своих автомобилей и качества их проработки. А это не может не радовать. В итоге за оформление, дизайн и продуманность интерьера этот паркетник стоит похвалить. Еще одна положительная черта этого автомобиля – это грамотно организованное грузо-пассажирское пространство. Багажник этого автомобиля придется по вкусу как любителям шопинга, так и любителям поездок на природу. Очень интересно организовано пространство. Ну, помимо уже ставшей базовой во всех автомобилях шторки, которая прикрывает груз от чужих глаз, в Хонда Серви есть вот такая вот полка, на которую можно положить небольшие предметы, и она выдерживает 10 кг. Если нужно положить больше груза, либо нужно поднять полку и загрузить все это сюда, либо полку можно попросту демонтировать. Ну, решение довольно-таки оригинальное и вполне удобное. Итак, с багажником мы разобрались. По клаже, скорее всего, будет комфортно. Главное – не трясти ее на ухабах. А теперь посмотрим, как здесь на пассажирских местах. Пассажиры второго ряда с удовольствием примут в свои объятия вот эти вот довольно-таки удобные кожаные сидения. Чтобы посадку сделать более правильной, нужно поднять подголовник. Подголовник – это не только удобство, но и безопасность. Как видите, запаса перед коленями и над головой вполне достаточно для того, чтобы передвигаться здесь с комфортом. Что еще интересно? Сидения второго ряда могут двигаться вперед-назад. Тем самым можно либо сэкономить на пространстве для ног и увеличить пространство для груза, либо, наоборот, задвинуть груз в багажнике поплотнее и увеличить пространство для ног. Можно также опустить спинки пассажирских сидений, потянув за вот эти вот пластиковые рычажки, и расположиться в положении практически лежа. А выдвинув подлокотник с подстаканниками, в такой позе можно проехать, наверное, не одну сотню километров. Причем с довольно-таки приличным уровнем комфорта. Ну что же, с задним сидением мы разобрались. Здесь, на мой взгляд, здесь все очень комфортно и удобно. Причем стоит обратить внимание, что задние двери открываются на угол практически 90 градусов, что очень облегчает посадку и высадку из этого автомобиля. Но, сидя на заднем сидении, управлять автомобилем практически невозможно, поэтому присмотримся как водителю на, собственно, положенном ему месте. Сидение снабжено электроприводом вперед-назад, вверх-вниз и, соответственно, спинки. Также регулируется поясничный подпор, поэтому достичь посадки удобной, в общем-то, не составляет никакого труда. Рулевое колесо тоже можно регулировать вверх-вниз и по вылету, что тоже-таки добавляет возможности найти оптимальную посадку. Теперь нужно повернуть ключ, чтобы оживить все приборы. Ну что же, на первый взгляд здесь тоже все неплохо. Оптитронная панель приборов, красивая белосиняя подсветка, магнитола, к сожалению, без навигации, довольно-таки стильный рычаг селектора коробки передач, который расположен вот здесь на центральном консоли. Подстаканники, селектор стояночного тормоза, небольшой бокс, подлокотник. В общем-то, довольно-таки серьезный набор для автомобиля этого класса. Ну что же, комфортную посадку я подобрал без проблем. Теперь осталось проверить этот автомобиль в деле. Сначала испытаем машину на асфальте, а затем узнаем, какое бездорожье по зубам Honda CR-V. Несмотря на то, что Honda CR-V обладает довольно приличным дорожным просветом и полным приводом, хотя полный привод в данном случае нельзя назвать честным, потому что ведущая все-таки передняя ось, а задняя подключается лишь при пробуксовке передних колес. Поэтому этот автомобиль чаще всего используют на асфальте. Соответственно, первое испытание – это дороги общего пользования. Что можно сказать о работе подвески на дорогах? Без труда справляются с мелкими, средними, в общем-то, крупными неровностями, с волнами асфальта, как продольными, так и поперечными, не досаждая чрезмерными раскачками и вертикальными ускорениями. Что же касается рулевого управления, то машина стабильно держит прямую. Единственный минус – несколько не хватает обратной связи на рулевом колесе при прохождении поворотов, потому что не всегда понятно, на какой угол повернуты колеса, и к этому все-таки придется привыкать. Похвалить можно и тандем двигателя автоматической коробки передач. Пятиступенчатый автомат радует, в общем-то, довольно расторопными переключениями, а двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 166 л.с. позволяет без труда ускоряться в любой ситуации. Причем, если вам нужен довольно-таки бодрый разгон, достаточно нажать клавишу на кнопке рычага селектора автоматической коробки передачи, перевести трансмиссию в режим D3, то есть будет работать только первая, вторая и третья передачи. Соответственно, автоматическая коробка вроде бы как становится некой такой спортивной настройки. Соответственно, машина быстрее ускоряется и не доставляет проблем при обгонах. Вот мы съехали с гладкого асфальта на загородную грунтовую дорогу. Здесь, если говорить о комфорде, то Honda CR-V, в общем-то, можно поставить жирную пятерку, потому что мелкие неровности, большие выбоины, подвеска, в общем-то, отрабатывает. В салоне довольно комфортно, не шумно, и при этом машина по-прежнему сохраняет стабильность поведения практически такую же, как и на асфальте. А что будет, если прибавить? А если прибавить, то машина практически парит над неровностями дорожного полотна, но вот сейчас информативности рулевого управления уже однозначно не хватает, потому что усилие на руле, реактивное усилие, оно есть, а вот информативности, к сожалению, практически не осталось. На шоссе CR-V показал себя с положительной стороны. На грунтовой дороге машина пытается быть молодцом. Самое время попробовать серьезное бездорожье. Но стоит съехать с асфальта в грязь, как Хонда, сдается. Дорожные покрышки мгновенно превращаются в грязевые слики. Удержать автомобиль на нужной траектории в этих условиях практически невозможно. А стоит попасть в разбитую колею, как машина садится на пузо. Но еще остается шанс спастись. Чтобы выбраться из плена, я отключил противобуксовочную систему, перевел АКП в ручной режим, выбрал первую передачу и поддал газку. Благо, что под колесами не песок, и машина не могла закопаться. Короткая пробуксовка передних колес активировала полный привод, и, шлифуя скользкий грунт, машина вырвалась из плена. А дальше нас ждало поле, опять же, с довольно глубокими кольями. В таких условиях главное не торопиться, дабы не повредить пластиковые обвесы кроссовера. Помимо бамперов, можно оставить на поле элементы подвесок. При наборе скорости машина начинает раскачиваться на неровностях. То и дело норовить зацепиться за грунт, то днищем, то рычагами подвески. Так что будьте внимательны. CR-V не особо предназначен для серьезного бездорожья, но может справиться с ним под руководством опытного водителя. Итак, мы проверили Honda CR-V на загородных дорогах, практически посадили ее в грязь, и теперь мы выбрались в центр города, где, как ни здесь, эти паркетники обитают чаще всего. Поэтому сейчас мы испытаем ее в условиях центра Москвы. Улицы здесь довольно-таки узкие, машина в меру широкая. Надеюсь, это не доставит нам дополнительных проблем. В Европе уже давно поняли, что городской автомобиль должен быть маленьким. Но это действительно удобно. Но узкий автомобиль запросто помещается в небольшие дворовые и уличные пространства. С Honda CR-V так не выходит. Машина явно широковата. Проблема в том, что поставленный справа и припаркованный автомобиль явно мешают проезду, потому что левая часть Honda CR-V на узких улицах Замоскворечья в общем-то едет по полосе встречной. Если еще есть и встречный автомобиль, то можно просто встать и долго ждать, пока кто-то из водителей решится сдать задом и пропустить друг друга. Как вы понимаете, эта история не про нас. Единственный плюс относительно малолитражки – это высокая посадка. Видно действительно далеко и хорошо. Обзорность, в общем-то, здесь не страдает. Большие зеркала, опять же-таки, удобно, видно все назад. Но неудобно, когда разъезжаешься с автомобилями, особенно с паркетниками такого же размера. Зеркала так и норовят сцепиться друг с другом. Поэтому для CR-V вот эти узкие городские улочки, наверное, практически такое же испытание, как и серьезное бездорожье. Ехать можно, но осторожно, медленно и выбирая маршрут. Итак, узкие городские улицы можно считать неким аналогом грунтовой дороги по степени сложности прохождения отрезка для автомобиля. Ехать можно, но осторожно. Настал черед настоящего городского бездорожья. В нашем случае трасса размечена в одном из узких подборьев Замоскворечья. Задача проста – проехать, не поцарапав лакированные бока. К слову, помощником в этом непростом деле служит парктроник, который оживает при минимальных скоростях. Ориентируясь на звуковой зуммер и внимательно следя за габаритами автомобиля по кругу, на CR-V можно протиснуться даже вот в таком узком месте. Между стенками здесь не больше двух метров. Только ехать нужно медленно, иначе не избежать контактной борьбы, с которой, как вы понимаете, победителем выйдет кирпичная стена. Не зря я сравнил проезды по узким дворикам с ездой по бездорожью. Хонда из-за своих габаритов, а ширина машины 1820 мм без учета зеркал, явно не на высоте. Но опять же, в опытных руках этот автомобиль способен на многое. Только так ли много таких уверенных на 100% в своих силах водителей? Рекомендую при малейших сомнениях за чувство габарита в такие авантюры не ввязываться, иначе посещения автомастерской не избежать. Итак, за день знакомства с Хонда CR-V мы прошли огонь, воду и медные трубы. За городом машина ведет себя достойно на асфальтовых дорогах. На бездорожье все-таки лучше не съезжать, потому что маловат клиренс, и привод непостоянный полный. Поэтому вам придется выбирать траекторию и очень аккуратно проезжать преграды. В городских условиях машина, в общем-то, неплоха, за исключением того, что на узких улицах тоже приходится очень сильно работать над выбором траектории. Потому что машина широкая, а места, как говорится, мало. Поэтому для городской черты этот автомобиль я бы все-таки не выбрал. А вот за городом самое то, что нужно. Играет музыка Играет музыка Играет музыка